Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. Если вы хотя бы слышите мое приветствие сквозь ветер, уже прекрасно. Я тут сижу у себя в саду и пытаюсь записать очередное занятие школы травоведения, но погода никак не благоприятствует этому. Ну, поскольку мне не удалось снять занятие школы травоведения, посвященное таежному мёду, прямо у себя в саду, нам с сыном пришлось тут очень много ездить, я решила записать это видео кусками, будучи за рулем в разных ситуациях, ну, потому что все-таки для меня таежный мёд, честно говоря, связан с дорогами. Это в связи с тем, что пасека, с которым я беру таежный мёд, который вот есть у меня в таежном магазинчике, она от нашей деревни достаточно далеко находится, и мне приходится по проселкам тащиться часа три до неё буквально. Там мой дорогой, дорогой мой друг один, наш пасечник местный, который просил его не показывать пока и так далее, но почему-то камера человек стесняется. Он там держит колоды, пчёлы у него среднерусской породы, и вот эти вот пчёлы приносят этот изумительный таежный мёд. С этим мёдом для меня лично связана такая история. Пользуясь случаем, хочу рассказать об одном свойстве таёжного мёда, которое очень-очень ценным оказывается для водителей. Я вот, допустим, когда собираюсь ехать на межгород, или когда, ну, просто дорога вот такая длинная, дальняя, тежурная, такая, знаете, особенно осенью, в дождливую погоду, когда спать хочется за рулем ужасно, я всегда перед выездом одну столовую ложку таёжного мёда съедаю. А если мне долго ехать, ну, скажем, там в Томск, в Новосибирск нужно ехать, в Красноярск, я тогда беру с собой баночку таёжного мёда. И время от времени, если у меня там раз в несколько часов, допустим, получается, останавливаюсь и ещё столовую ложку таёжного мёда съедаю. Это моментально взбагливает, это моментально приводит к тому, что, ну, просто в себя приходишь раз, так и всё, и силы восстанавливаются. Очень интересное вот это свойство его я открыла пару лет назад для себя, когда мне пасечник, пасечник, у которого я таёжный мёд этот самый беру, он мне посоветовал. Я была очень уставшая после долгой дороги из Кемерово, потом ещё на пасеку его везла, ну, в общем, в общей сложности у меня получилось 6 или 7 часов за рулём, причём такой, по неблагоприятной дороге, по зимней дороге такой. И он мне говорит, Гленочка, говорит, скушай ложечку таёжного мёда, что ты там пытаешься, кофе какой-то или что-то ещё там найти, потому что кофе вреден, естественно, я знаю. Вот. И я буквально чайную ложку таёжного мёда тогда попробовала съесть, моментально в себя пришла, то есть такое ощущение, как будто я выспалась просто. Не то, что вот именно взбадривает, звенчивает нервную систему, нет, совсем не так. А именно, как будто отдохнул наступает такое чувство, то есть силы появляются, прилив силы, прилив силы бодрости. Вот так таёжный мёд действует на организм. Я думаю, это связано с тем, что там не только прекрасная глюкоза, кстати говоря, хочу отметить, что мёд, хороший вот наш настоящий мёд, это продукт, который на 100% усваивается организмом человека. Один из... То есть мёд уникален тем, что он на 100% усваивается организмом человека. Больше ничего так не усваивается. Но кроме того, что он усваивается, в нём ещё и как бы сам химический состав мёда пчелиного очень близок к химическому составу крови человека. То есть это ещё один плюс. Это как бы то, что сам Бог создал этот продукт для того, чтобы человек себя поддерживал и лечил этим продуктом. А таёжный мёд, он хорош тем, что в нём нектар с огромного количества самых разных цветущих таёжных растений. Там и бузина, и облепыха, и малина, и смородина таёжная в нашем краях. И капельки сладкой росы с хвойных деревьев довольно много у нас попадает. И капельки сладкой росы с берёзы, с осины у нас есть такой. А учитывая то, что пасечник мой друг, который нам поставляет вот этот вот таёжный мёд, он отбирает у себя из колод этот мёд только один раз в год, это делает его ещё богаче. То есть весь спектр, весь спектр нектара, который можно получить за год, который пчёлы могут собрать в таёге за год, он весь в этот таёжный мёд попадает. И таким образом мы получаем какой-то уникальный эликсир просто, если хотите вытяжку из тайги такую, в виде вот этого таёжного мёда. Ну, я считаю, что продукт уникальный. Кстати говоря, недаром таёжный мёд считается коллекционным. И знатоки говорят, что чем темнее его цвет, тем выше его ценность. В этом году таёжный мёд у нас очень тёмный, такого кофейного цвета. Но я думаю, что это говорит очень сильно в его пользу. Ну, а вообще так, знаете, как интересно, заметила, что чем более холодное и суровое лето выдаётся, вот в этом году очень короткое и холодное лето, тем темнее таёжный мёд. Вот в наших краях, по крайней мере, на наших басеках. Посмотрим, будем наблюдать дальше, может быть, так вот оно и будет. Ну, а что говорить о вкусе, об аромате? Это я уже, знаете как, я уже просто молчу. Аромат у него тончайший. Аромат у него великолепный. Это всем понятно. В нём очень, знаете, чувствуется такая травяная нотка. А иногда бывает проскальзывает нотка малины, иногда бывает проскальзывает нотка облепихи. Ну, как бы, вот знаете, как, может быть, даже от настроения человека немножко зависит, какое растение он больше почувствует в этом мёде. Такое, очень-очень классное такое сочетание. Советую вам попробовать, потому что, потому что таёжный мёд – это чудо. Особенно для водителей, как я уже сказала. Таёжный мёд для водителей заменит все энергетические напитки вместе взятые. Причём заменит очень-очень качественно. То есть заменяем нездоровое и вредное на здоровое и полезное. Вот таким вот образом. Очень советую всем, кто долго водит машины, кому нельзя ни в коем случае спать за рулём, кому нужно хорошо себя чувствовать, когда ведёте машину, очень советую таёжный мёд из медвежьего ума. Он есть у нас в таёжном магазинчике. Его цена у нас сейчас 600 рублей за 1 килограмм. То есть мы не увеличили цену с прошлого года. Как было, так и осталось. Всё. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Мне нужно, собственно, ехать дальше. Заходите в наш таёжный магазинчик. Там много вкусного и интересного. Кроме мёда, там есть ещё уникальные совершенно травяные сборы. Мои. Мои чаи малиновские. На основе иван-чая, а также без иван-чая. То есть очень много всяких вариантов. Всего доброго, дорогие друзья. Желаю вам здоровья и счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин